Мы будем говорить о тех материальных предпосылках, предпосылках, которые лежат в производственных силах, в производственных отношениях и в общеисторическом процессе развития культуры. Это три больших блока проблем. Второй будет предложен вам либо Андреем Ивановичем Колгановым, либо мной, а третий я попрошу прочесть профессора Людмилу Алексеевну Булавку Бузгалину. Сегодня мы с вами займемся самой скучной материей – формальными и реальными обобществлениями производства и предпосылками планомерной организации общественного производства, а также теми чертами он и организации, которые можно увидеть, исходя из этих предпосылок, из противоречий позднего капитализма и, пожалуй, в целом капиталистической эпохи. ПРОБЛЕМАХ Итак, сегодня мы будем говорить о проблемах, которые пока, я подчеркиваю, пока не касаются современных технологий. Технологических изменений, современных в узком смысле слова, происходящих последние 10-20 лет. Представим себе, что человечество пока находится на стадии 4-5 технологического уклада. Конвейер есть, ядерная энергетика есть, в космос летаем, автомобили бегают, самолеты передвигаются между континентами Военные со сверхзвуковой скоростью, гражданские, ну, может быть, тоже со сверхзвуковой скоростью В конце концов, Ту-144 и Конкорд 50 лет назад летали со скоростью 2500 км в час Сейчас они перестали летать с такой скоростью, видимо, потому что мы бурно движемся к новому технологическому укладу Но это шутка Итак, я пока не рассматриваю вопросы превращения информации в один из основных источников социально-экономического и прочего развития Я пока не рассматриваю вопросы автоматизации производства, умного производства интернета вещей Вообще, но бикс технологии, шестой технологический уклад пока остаются в стороне И мы смотрим на те предпосылки, которые рождаются, уже родились, я бы сказал Они есть Они есть в современном промышленном производстве стран-центра Они есть в некоторых наиболее современных производствах стран полупериферии, скажем, в оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации Пожалуй, они были и в оборонно-промышленном комплексе и некоторых других предприятиях Космос, Энергетика, Советского Союза Они есть в этом же секторе Китая, Индии Это массовые для конца 20-го, начала 21-го века производительные силы И вот о них мы будем говорить, как о предпосылках рождения первых простейших отношений коммунизма На мой взгляд, мы тут иногда спорим с моим другом и с автором Андреем Ивановичем Колганом Но на мой взгляд, этих производительных сил по минимуму достаточно для того, чтобы началось возникновение Видите, как аккуратно, началось возникновение Началось возникновение коммунистического общества, царства свободы Стала развиваться планомерная организация общественного производства Подчеркну, это начало Даже не подчеркну, а чуть-чуть забегу вперед Это начало будет напоминать генезис рынка и капитала В условиях доиндустриального базиса Но при наличии дорог, ветряных и водяных мельниц И прочих замечательных чудес, которые позволили победить буржуазные революции в Нидерландах в 16 веке До того, как появилась паровая машина Железные дороги стали одной из основных частей экономики Ну и так далее и тому подобное Вот на таком же уровне, как капитализм 16 века Возможен коммунизм 21 века То есть начальная стадия без адекватных пока производительных сил Ну впрочем, скорее это даже конец 20 века для наиболее передовых стран И 21 век для полупериферии Итак, о чем пойдет речь? Речь пойдет о таких феноменах, как реальное обобщисление производства И в частности, очень простых для экономистов, профессионалов Понятия концентрации и централизации производства и капитала Специализации производства и углубления общественного разделения труда и кооперации Ну поскольку у нас межфакультетский курс С одной стороны, а с другой стороны вообще лекции Для всех, кто захочет их смотреть на ютуб-канале Альтернативы Постолько я постараюсь пояснить некоторые из этих категорий Пока сами по себе Пока как категории, описывающие определенные отношения Точнее определенные производственные процессы В рамках капиталистического общества Второй половины 20-го, начала 21 века Итак, реальное обобщисление производства мы будем понимать Как совокупность отношений, возникающих в результате Вот этой концентрации, специализации и прочее Я еще потом поясню это понятие еще разочек Пока предварительно вот так Это даже не понятие, а представление некто Теперь давайте посмотрим на черты А потом на то, как интегрировать эти черты И обеспечить действительно понятие об обобщисление Концентрация, централизация, производство и капитал Ну прежде всего давайте разделим производство и капитал Дело в том, что концентрация производства может происходить тогда Когда нет концентрации капитала И наоборот, что гораздо более типично Концентрация капитала может происходить без концентрации производства Ну скажем, несколько автомобилестроительных корпораций Объединяются под эгидой одного крупного банка Который скупает контрольные пакеты акций этих корпораций Ну или одна из автомобильных корпораций Скупает пакеты акций еще нескольких корпораций Или вообще какой-нибудь деятель, продающий нефть за рубеж Что наиболее типично, скажем, для нашего отечества Или газ Ну газ у нас один, у нас наш дом Газпром Тут никуда не денешься Ладно, давайте говорить лучше про нефть Там хоть какие-то частные корпорации есть И разнообразие, никто не обидится Итак, какая-то нефтяная корпорация покупает контрольный пакет акций Пары автомобильных предприятий Или автомобильного предприятия текстильной фабрики Концентрация капитала есть Все больший капитал концентрируется в руках одного круга акционеров Концентрации производства нет Предприятия какими были, такими и остались В данном случае здесь речь должна идти скорее даже о централизации капитала То есть сосредоточение его в руках одного частного собственника Концентрация возникает скорее тогда Когда происходит реальное соединение производственных предприятий в единый комплекс Она может быть вертикальной Вертикальной интеграции Это объединение, ну скажем, сталелитейного предприятия Машиностроительного предприятия Производителя станков, скажем И предприятия, которые производят конечную продукцию Автомобиль Ну или не так глубоко Вот типичный пример вертикальной интеграции Это добыча руды Выплавка различных видов черных металлов Что там, чугун, сталь, прокат Ну, наверное, здесь обычно комплекс заканчивается Хотя в ряде случаев могут все это дополнять машиностроительные предприятия Все это может обрастать строительным производством, еще чем-то Но это скорее уже вот такие дополнения Концентрация производства Специализация предполагает противоположный процесс Но, как ни странно, они идут рука об руку Когда отдельные операции Или отдельные виды изделий Точнее, частей готового изделия Производят специализирующиеся на них предприятия Такого рода разделение труда Углубление разделения труда Стало типичным Начиная с 18-19 века И эта система продолжает развиваться до сих пор Но, я подчеркиваю, пока мы говорим об индустрии О материальном производстве О той сфере, где нет еще развитой автоматизации Мы не говорим о сферах Таких сферах, как образование, наука И даже торговлю пока не затрагиваем Об этом когда-нибудь потом отдельно И я даже скажу, когда Когда мы будем говорить о посредничестве Превратном секторе и всем остальном Но это будет суть честно позже Сейчас пока материальное производство И об обществлении в материальном производстве Специализация, которая ведет к увеличению Количество узко ориентированных на определенный вид операций Определенный вид продукции На определенную технологию предприятий Соответственно, все это приводит к углублению Общественного разделения труда И к операции То есть необходимости непосредственных Постоянно осуществляемых Жестких связей между предприятиями Конечным итогом на данный момент Этого развития Ну, почти конечным, скажем так Является производство just-in-time Ну, есть еще несколько вариантов Там экономное производство Несколько вариаций на одну и ту же тему Смысл состоит в том, что Сложные потоки изделий Поставляются с очень высокой точностью На предприятия, которые делают из частей узлы Затем эти узлы поставляются на сборочный конвейер Или осуществляется нечто подобное Примеров довольно много Один из самых любопытных для меня Это пример разгрузки контейнеровоза Представьте себе Гигантские корабли Длиной в две сотни метров А то, наверное, и больше Я плохо так на глазок могу себе это прикинуть Которые разгружаются всего лишь за сутки Причем не на склад А сразу на грузовики Эти контейнеровозы Либо на железнодорожные платформы Куда опять-таки грузятся контейнеры Все это занимает очень небольшой промежуток времени Вагоны или машины подходят с точностью До нескольких десятков секунд Кажем, там точность до 30 секунд, как мне объяснили Обычно бывает И вот вся эта цепочка вертится с этой страшной скоростью На основе программы, которая рассчитана Соответствующими программистами Пока это все индустриальное производство Но уровень кооперации и интеграции очень высок К чему это ведет? Ну, давайте посмотрим потом Сегодня эта ситуация меняется, как ни странно Сегодня развивается много производств Которые индивидуализированы Которые носят совершенно другой характер Но это уже технологии, которые перешагнули Рубеж классической индустрии А пока мы работаем в этом пространстве Благо оно не исчезло И более того, создают предпосылки Для ограничения капиталистической рыночной системы И формирования системы, основанной на планомерности В результате этого процесса развивается Давайте пока вернемся на секундочку И введем понятие об обществлении производства Об обществлении производства Которое предполагает высокий уровень взаимозависимости Хозяйственных единиц, производственных единиц Давайте правильнее скажем Производственных единиц И функционирование как единого комплекса Которым должна постоянно поддерживаться пропорциональность Ситуация с долговременными провалами Сбоями в производственной кооперации Приводит к огромным потерям Разрушающим производственные комплексы Вызывающим не просто там несколько процентный спад А огромные технологические негативные последствия Вот такая система предполагает Точнее не предполагает, а полагает Наличие процесса об обществлении И соответственно это об обществлении Приводит к тому что Посмотрим следующий слайд Что появляются общенациональные Даже интернациональные производительные силы И формируются технологические основы Единого народно-хозяйственного комплекса Это темы, которые были характерны для политической экономии Еще во времена Советского Союза И я думаю об этом не надо забывать О чем идет речь? Ну к числу таких основ Единого народно-хозяйственного комплекса Национального или интернационального Можно отнести несколько хорошо известных примеров Один из них существовал в прошлом Но не существует сейчас Это единая энергосистема мир Которая была создана во второй половине 20 века На самом деле 60-х годов И она соединяла производителей Передатчиков электроэнергии Передающие сети И потребителей электроэнергии В рамках мировой социалистической системы По-моему туда входила даже Монголия И вся Восточная Европа Центральная и Восточная Европа Китай наверное не входила Боюсь соврать Тогда по-моему отношения уже были не самые лучшие с Китаем Итак Фактически интернациональный комплекс Который работал как единая система И если где-то происходили сбои На одной из электростанций Или на одной из передающих сетей То все проблемы компенсировались Причем это компенсировалось за счет Разных стран даже А не только разных предприятий И разных регионов Срабатывала система экономии электроэнергии Поскольку когда на Дальнем Востоке была ночь В Европе был день И наоборот Соответственно можно было очень эффективно использовать электроэнергию Много было достоинств у этой системы Это один из примеров В принципе такой же может быть Единая система транспорта Во всяком случае авиационные перевозки Уже сегодня технологически во многом превращены В единый комплекс, который работает по единым правилам На одном языке Он высоко обобществлен Хотя его контролируют Несколько разных компаний Но технологически они все вынуждены соблюдать Одни и те же правила На самом деле они летают на одних и тех же самолетах Всего три производителя Два крупнейших Один придаток Embraer К Airbus и Boeing Ну где-то на периферии Несколько сухих Еще чего-нибудь в таком же духе Ну какие-то уже детали Стандартизация Которая сегодня охватила весь мир И много других примеров Которые характеризуют Вот именно этот комплекс Я думаю тем, кто читал классиков Марксизма Особенно Владимира Ильича Ленина Придет на память сразу фраза О том, что социализм Это единая фабрика Ну прежде всего Владимир Ильич Ульянов Ленин Эту фразу обронил Именно как фразу Как пример Объясняя, как может работать Планомерная организация Общественного производства И не углубляясь в политэкономические детали Из этого потом В ряде учебников А также монографии И даже диссертации В Советском Союзе Сделали целый Как бы так сказать Культ Нет, ну пожалуй не культ Но все-таки Очень большое значение Придавали именно этой фразе Именно этой параллели Отчасти это было связано С высоким уровнем централизации Экономики советского типа Что очень удобно Позволяло реализовывать модель Бюрократической Централизованной Организации производства А над этим надстраивалась И бюрократическая Политическая централизация Идеологические контроли И многое другое Поэтому фраза оказалась Очень удобной Всех выстроим По единому распорядку Как конвейер на фабрике И система будет работать Беусловно Народохозяйственный комплекс В таком качестве Никогда не мыслился И ниже я вам объясню почему Потому что в нем Всегда есть высокий уровень Колебаний Степеней свободы Наверное Так можно было бы Сформулировать этот тезис И внутренние противоречия Которые обуславливают Существенно другую Организацию Народохозяйственного комплекса Нежели единая фабрика Хотя некоторая параллель Ну напоминающая параллель Ежа и половой щетки Там и там щетина Здесь вполне уместно Пойдем дальше И посмотрим на те предпосылки Которые формируются В системе производственных отношений Мы переходим в пространство Которое сегодня принято Называть поздним капитализмом Это термин Который введен Эрнестом Мандалом Одним из крупнейших Марксистов Середины 20 века Он бельгиец Хотя на самом деле Ученый мира Я бы сказал Его работы переведены Наверное Но не на все Но на большинство языков Включая русский Если вы найдете доступ Или заинтересуетесь Искренне советую Прочитать книгу Власти и деньги Она есть на русском А вот поздний капитализм Боюсь не переведен Она легко читается На английском Лейт капитализм На эту тему писал Джеймисон Писали многие другие авторы Ну и Колганов с Бузгалином Поздний капитализм Постарались Раскрыть Как понятие в книге Глобальный капитал Я вам об этом понятии уже говорил Если исторически То это капитализм 20-21 веков Если содержательно То это капитализм Который вынужден Использовать Элементы будущего Коммунистического Общества В виде переходных Форм Немножко от коммунизма Множко от капитализма И все это В такой странной Противоречивой комбинации И вот к числу таких отношений Переходных отношений Позднего капитализма Относятся Те, о которых я буду говорить Сегодня Это в частности Корпоративное манипулирование Как форма Неполной планомерности Ну я думаю Оба понятия Корпоративное манипулирование И неполная планомерность Не слишком понятны Начнем с того Что более понятно Корпоративное манипулирование Ну часть Тех кто Смотрит и слушает Эту лекцию Уже встречались С этим термином Он развивается Во многих работах В работах Джона Кеннета Гелбрейта Есть понятие Плановой экономики И под ним Он подразумевает Корпоративный сектор И расписывает В деталях Как осуществляется Вот это манипулирование Со стороны крупных корпораций Кто-то Надеюсь Читал Империализм Как высшую стадию Капитализма Ленина Где он пишет О том Что возникают элементы Планомерной организации И крупные монополии Он использует термин Монополии Не корпорации Крупные монополии Регулируют экономику В определенных масштабах Ну и так далее Я тоже не раз Говорил об этом В своих лекциях По другим вопросам И так о чем идет речь Речь идет о том Что крупный капитал С высоким уровнем концентрации Причем и производства И капитала Способен Осуществлять Сознательное Планомерное Воздействие На своих Контрагентов На других Акторов Рыночной экономики На кого С одной стороны На потребителей С другой стороны На субпоставщиков От этого Крупнейшего Главного Корпоративного Центра Такого Мини-центра Это не государство Как центр Корпорация Как центр Вот от этой Корпорации Центра Зависит большое Количество Субподрядчиков Которые на эту Корпорацию Работают Если они перестанут Работать на эту Корпорацию Они оказываются Ну если они В безвоздушном Пространстве То в очень тяжелом Технологическом И экономическом Положении Они завязаны Так условно говоря На штаб-квартиру На главные Конвейеры Этой корпорации При этом Конвейеры Могут быть Опять же таки Везде Автомобильные Корпорации Можут собирать Свои автомобили В России В Китае В Америке В Бразилии Но при этом Это будет Один капитал Одна корпорация Которая Продает Какой-то вид Автомашин Ну скажем Те же Мерседесы В чем состоит Манипулирование В том что Они Подчиняют Себе Субпоставщиков Наиболее Ярко это видно На взаимодействии С другим Кругом акторов На взаимодействии С потребителем Корпорация Навязывает Потребителям Свой товар Старая Добрая История Когда рынок Предполагал Господство Потребителя И Господство Спроса Который Создавал Предложение В современных Условиях Вытесняется Не вытеснена А вытесняется Другой ситуации Когда корпорации Формируют Спрос Не вы хотите Что-то И корпорации Приспосабливаются К тому что вы хотите А корпорации Заставляют вас Хотеть то Что выгодно им И мы Дружно хотим Пить Раствор Ортофосфорной Кислоты С пережженным Сахаром Говорят Довольно Вредная Штука Под названием Какая-нибудь Кола Мы Обязательно Хотим Купить Я не знаю Там сумочку Пиджак Автомобиль На котором Будет правильная Этикетка Мы обязательно Хотим Создать Огромное Количество Различных Прибамбасов У себя Дома В том числе Тех Которые Абсолютно Не нужны Если Хотите Немножко Посмеяться Посмотрите Старые записи Замечательного Умницы Сатирика Задорного Эрудита Он Прекрасно Рассказывал Целая Маленькая Пьеса О том Как он Покупал В Америке Машинку Для выковыривания Мусора Из пупков Такой Машинки Конечно Не существует Но Во многих Магазинах Ему Честно Объясняли Что У них Данный Момент Такой Нет Но Не обязательно Закажут Потому Что Это Очень Важно Я Привел Смешной Пример Но Создание Задачи Корпораций И дальше Через Сложную Систему Манипулирования Потребителем Они Формируют У нас Правильный Спрос Это Очень важный Трест Поэтому Я его Сейчас Чуть Поясню Они Сначала Действительно Учитывают Потребности Обращу Внимание Учитывают Потребности Вообще Горя Аксиома Рыночной Экономики Это Неизвестный Спрос Известный Спрос С точки зрения Рыночной Экономики Невозможен Известный Спрос Это План Это Всенародный Учет И контроль Это Уже Социализм Рыночная Экономика Предполагает Что мы Работаем На Неизвестный Спрос И Поэтому Одни Угадывая Обогащаются Другие Не Угадывая Разоряются Собственно Отсюда Вся История Погоня За Спросом И Постоянного Несовпадения Постоянных Изменений И из этого Жизненность И бурное Развитие Рыночной Экономики Корпорации Учитывают Спрос Это Первый Шаг Они Не только Учитывают Но Они Учитывают Спрос Как Механизмов Было Много Сегодня Для этого Возник Идеальный Механизм Различного Рода Информационные Продукты В результате Когда вы Приходите В магазин Используя Скидочную Карту Или даже Обычную Банковскую Карту Потому что Банк И Розничная Торговая Сеть Сращена Друг С другом А розничная Торговая Сеть Сращена С Производителями И они Все вместе Сращены С теми Кто Обеспечивает Обработку Информации И учет Потребности В результате К этому Подключаются То есть Не в результате А к этому Еще и Подключаются Аналитические Структуры Исследующие Социальные Сети И Конец Очень Красивый В результате Мы получаем Достаточно Четкую Картинку Потребностей Населения Учитывая Технологию Бигдейта Ситуация Оказывается Вполне Благоприятной Для того Чтобы А Учитывать Спрос Но дальше Следует Б Формировать Спрос И вот здесь Начинается Самая интересная Работа Здесь Включаются Маркетологи Пиарщики Рекламщики Ну это Часть Маркетинга И так далее И тому подобное И вот Вся эта Огромная Команда Программистов Математиков Которые Занимаются Прогнозированием И обсчетом Моделей Конструкторов Художников Дизайнеров Ученых Поэтов Менеджеров Вот вся эта Орава Работает на то Чтобы заставить Вас купить Правильную Туалетную Бумагу Еще один Крем Который Безусловно Совершенно Качественно Отличается От первого Крема То есть Предыдущего Крема Который Вы использовали Потому что Он позволяет Разгладить Ровно на 93% Больше Морщин Кто их Считал Я не знаю Но наверное Можно поверить Что считали Ну и так далее И тому подобное Возникает Целенаправленное Формирование Потребности И вот здесь Нота бена Мы фактически Подходим к тому Что в огромных Масштабах Скажем Давайте возьмем Макдональдс Система Которая работает По всему миру С едиными ценами Единой номенклатурой Продукции Едиными нормативами Качества Фактически Такая супер Международная Плановая система С масштабом оборота В десятки Миллиардов долларов Ну примерно Как в приличной Стране Эта система Работает На основе Плановых Методов Учета И даже Формирования Потребностей Локальная Планомерность Существует Но она Неполная Почему Неполная Потому что Наряду с Макдональдсом Существует Бургер Квин Какой-нибудь Чикен Какая-нибудь Пицца И еще Что-нибудь И они Конкурируют За рубль За юань За доллар За тенге И так далее Потребителям То есть Корпоративные Центры Сталкиваются Друг с другом На самом деле Это Манипулятивное Воздействие Вот они Такие Кукловоды Которые Дергают За ниточки Миллионы Потребителей Субпосылщиков И вот Они Сталкиваются Друг с другом И возникает Весьма Специфическая Корпоративная Конкуренция Конкуренция Плановых Центров Которая Имеет Форму Рынка Но Содержание Уже Существенно Иное Я не буду Дальше Уходить В эти детали Но Мне Очень важно Отметить Что Здесь Возникает Действительно То Основание Которым Справедливо Писал Сто лет Назад Владимир Ильич Ленин Он писал О том Что Социализм Может и Должен Использовать Крупные Монополии Обернув Их На пользу Народа Их Не нужно Разрушать Это Отлаженный Обобществленный Механизм Производства У которого Есть Конечно Много Недостатков Там Жесткое Иногда Жестокое Отношение К работнику Там Манипулирование Потребителем Навязывание В ряде случаев Не самой Качественной Или просто Низкокачественной Продукции Как в тех же Каких-нибудь Квинах Или Бургерах Но тем не менее Это та система Которую Можно и Нужно Ставить Под общественный Контроль Под общественное Управление В том числе Работников И Это будут Готовые Звения Ну не готовые Полуготовые Полуфабрикаты Для будущей Системы Планомерной Организации Общественного Производства В этом смысле Очень важно Думать Где Мы можем Сохранить Это крупное Высоко Обпечатленное Производство А где Надо любой Ценой Заменять Его мелким И вот здесь В ряде случаев Мы расходимся С теми Левыми Мы Марксисты Этого Направления Кто считает Что надо Любой ценой Разрушать Все крупное Производство На место Ставить Маленькие Лавочки Которые Каждый Будет По-своему Торговать В условиях Рынка Производя Тот или Другой Пирожок Бульончик Рыбку Или еще Что-нибудь Вкусненькое Если брать Пример Общественного Питания Ну или Каждый Делать Своей Велосипедик Или что-нибудь Еще в таком Жду Мне кажется Что попытка Восстановить Такое Рыночное Хозяйство Это Такой Феодальный Ну или Консервативный Вариант Критики Капитализма На самом деле Он присутствовал Еще в 19 веке О чем Немало писал Маркс И его коллеги Но я Немножко Увлекся Итак Неполная Планомерность Планомерность Которая Работает По принципу Ну давайте Мы используем Может быть Маленький Пример Представьте Что это Стол А под столом Есть несколько Магнитов Вот у меня Рук не хватает Вот магнит Номер один Магнит Номер два На столе Насыпаны Опилки Магнитные Вот эти Магниты Один посильнее Дают магнитные поля И опилки Между ними Каким-то образом Распределяются Потом появляется Еще третий Магнит Потом четвертый В какой-то момент Магниты могут Между собой договориться Корпорации А мы с вами Опилки Которые ползают Между этими Магнитами Выбирая Какой Бургер В какой Сете И съесть Вот так Устроена Эта система Каждый Магнит Создает Своё Полис Своё Пространство Частичного Общественного Регулирования Планомерности Но это именно Частичное поле И оно находится Вот в этом Взвешенном состоянии Дальше Мы идем По пути Формирования Уже единой Системы Планомерной Организации Производства Здесь естественно Надо вспомнить Про то Что есть Государство Которое Управляет Экономикой В той или иной Степени Регулирует Экономику В условиях Государственно-монополистического Капитализма Давайте воспользуемся Категорией Которой Очень широко И справедливо Представляли в своих Текстах Советские учебники Ну и более Фундаментальные работы На самом деле Она тоже восходит К работам Ленина И не только Ленина Итак Что может Служить Предпосылкой Общенациональной А потом и Международной Планомерной Организации Производства В рамках Существующего Капитализма Два процесса Один из них Хорошо известен На второй Обращается Гораздо Меньше Внимания Я начну с того На который Обращается Меньше Внимания Социальное Творчество Трудящихся Потому что Планомерная Организация Общественного Производства При коммунизме Я это покажу Чуть позже Это не централизованное Бюрократическое Управление Осуществляемое Каким-то Органом Это Организация Общественного Производства Ассоциированными Гражданами То есть Теоретическая Модель Которая Вырастает Из противоречий Капитализма Точнее Обусловлен Нет не так Объективно Необходимая Система Отношений Обусловленная Противоречиями Капитализма Это Не централизованная Бюрократическая Организация Производства А Общенародное Управление Экономикой Со стороны Общества В целом Вы спросите А как 150 миллионов Человек Научить Управлять Экономикой В целом Это же Что получится Полная анархия Кавардак И полная Неразбериха Я скажу А я не знаю Как То есть Я немножко Конечно знаю Я лукавил Но пока Я скажу Не знаю Как Но надо Так В науке Можно Говорить Почему Позвольте себе Историческую Параллель Представьте себе Средневековое Общество Ну Кажем 15-16 век В Европе Капитализм Уже возможен Где-то Уже Начался Но вы Приходите В относительно Глухую Деревеньку Где-нибудь Я не знаю В Чехии В Венгрии Да даже В Германии Приходите К крестьянам Вы говорите Вы знаете Будущее Это Рынок Они говорят А что такое Рынок Ну как Когда вы Масло Покупаете У австралийцев Одежду У китайцев Ну и Главная цель Вашей жизни Это Выгодные Инвестиции Представьте Физиономию Крестьянина Который Не умеет Читать Не умеет Писать Не умеет Считать И у которого Все Здесь И масло И одежда И все Делается дома Вам покрутят Пальцем у виска Скажут Что вы придумали Какую-то идиотскую Совершенную штуку Такую вообще Невозможно Более того Даже Ремесленник вам скажет Что это бред Собачий Потому что он Всю жизнь работал В рамках цеха И так работал Его отец Его дед Прадед И так происходило На протяжении лет Трехсот Четырехсот А может и пятисот Ну пятисот Наверное в Европе Не происходило Все-таки Ученый говорит Должно быть Вот тоже Вольтер говорит У каждого Должно быть Право Высказать свое мнение А как Каждый Высказает свое мнение Когда половина Население неграмотно И читать Писать не умеет Неизвестно Но должно Хочу На самом деле Не хочу Объективная необходимость Возникла Потому что Абсолютная монархия И цензура Уже ушли в прошлое Не мешают Не мешают развитию Науки Культуры И всего остального И образования Вот так и здесь Мы говорим Общество в целом Должно управлять Экономикой В целом Как? А давайте Искать реальные ростки Не теоретическую Конструкцию Придумывать А искать реальные ростки И вот здесь Мы находим Эти реальные ростки Где здесь? В социальном творчестве Внутри Царства необходимости Внутри капитализма Что мы находим? Мы находим То, что Профсоюзные организации Могут обеспечить Создание системы Социальных нормативов В общенациональном И даже международном масштабе Они могут обеспечить Систему Четко выверенных Нормативов Опираясь на Научные организации Сколько работать Условия охраны труда Отпуска Что нужно Для беременных женщин Что вообще нужно Для женщин Потому что Нормы какие-то Должны быть специальные В ряде случаев Что нужно Для того Чтобы обеспечить Достаточную рекреацию Для разных профессий В Советском Союзе Эта система нормативов Была очень детальна И постоянно пересматривалась Но на самом деле Такие системы Существуют И в рамках Капиталистической экономики Не везде Не всегда Капитал все время Стремится Ухудшить Социальные нормативы Профсоюзы Стремятся улучшить Социальные нормативы Но эта система Уже работает Экологические движения При помощи Опять-таки Научных центров Создают нормативы Которые позволяют Ограничить загрязнение Окружающей среды В какой-то момент Эти функции Начинает делать государство Но именно в какой-то момент Под давлением Этих организаций Такого же Такого же рода Нормативы Могут возникать В очень многих Других сферах Просто здесь Есть два примера Есть примеры Того Как эти Общественные движения Заставляют Поменять Модель экономики Как они Вызывают Переход От либеральной К социал-демократической Модели капитализма Или наоборот Когда они Становятся слабее Перестают давить И действовать Бороться снизу За реформирование Капитализма На смену Социал-демократической Модели Приходит либеральное Положение Трудящихся Большинство Граждан Радикально Ухудшается То, что происходит Последние десятилетия Вот вам, пожалуйста Некоторые примеры Именно опираясь На эти примеры Уже не раз Мною цитировавшийся Неслучайно Владимир Ильич Ульянов Ленин Сказал, что Социализм Это учет и контроль И сказал, что Это могут делать Грамотные рабочие Уже сейчас Это было сказано Сто лет назад Для рабочих Российской империи Которые имели 4-8 классов образования И то не все И не в полной мере Вот Дофиксировали Но не только это Дальше еще и государство Государство, которое Уже сегодня В реальной Капиталистической экономике Выполняет Очень широкий круг функций Давайте их перечислим Я еще раз подчеркиваю Это не социализм Это не коммунизм Это капитализм Но капитализм В котором государство Выполняет широкий круг функций Часть этих функций Является Антипредпосылкой Коммунизму Является тем, что Надо уничтожить Разрушить Это работа Государства На реализацию Интересов Крупного капитала Капитала вообще И финансовой Олигархии в первую очередь Давайте скажем жестче На интересы капитала вообще И финансовой Олигархии в первую очередь Это доминирующая функция Государства В современной экономике Рыночной Капиталистической экономике Эта функция должна быть разрушена И я это говорю прямо Другая функция Работа государства На самого себя Любимого На бюрократию Усиление власти Бюрократии Расширение бюрократии Расширение Доходов Привилегий И всего остальных Богатства Бюрократии Это тоже Что должно разрушаться Но уже здесь Просто сломать нельзя Просто выкинуть бюрократию Можно только тогда Когда есть тот Кто вместо бюрократии Возьмет на себя Функцию управления Этого кого-то Этот субъект Надо вырастить С потолка его взять нельзя Можно вырастить довольно быстро При помощи части бюрократии Но вот здесь Очень интересный вопрос О слове буржуазного государства Который надо обсуждать специально И мы его будем обсуждать специально Я считаю, что этот тезис Правилен Но при этом Он требует коррекции То, что коммунизм Это слом буржуазного государства И даже не коммунизм А его начало То, что обычно называют Социализм Вот Но давайте не будем увлекаться Есть третья функция государства Координация Определенных экономических процессов Решение в некоторой степени Социальных задач Экологических задач И даже гуманитарных задач Установление И соблюдение Экологических нормативов Социальных нормативов Технических нормативов Первый блок Второй блок Регулирование пропорций в экономике Да, главным остается рынок К тому же рынок На котором господствуют корпорации Манипулирующие остальными акторами Мы об этом говорили Но Государство задает определенные границы Вот здесь конкурируете Вот здесь уже нельзя Таких границ В условиях социального рыночного хозяйства Было больше Они были жестче Для рынка Было чуть меньше пространства Сейчас либеральная модель Их стало Меньше этих границ Пространство Свободной конкуренции Расширилось Но они есть Они устанавливаются при помощи Различного рода Индикативных И Селективных Регуляторов Налоги Кредиты Институциональные Нормы Государственные инвестиции Я не буду уходить в эти детали Но этот механизм уже работает Более того В ряде буржуазных Рыночных экономик Существовали Могут быть довольно быстро Воссозданы Органы по планированию Не директивному планированию Но тем не менее Во Франции они были В Южной Корее не были Они работали в целом На капитал Я сейчас говорю Нельзя это идеализировать Точно так же Как топор может служить Для того чтобы Подсекать голову Для того чтобы Колоть дрова Надо понимать Топор которому Отсекают голову Не очень годится Для колки дров И наоборот Но в принципе Идея топора Полезная идея Если мы хотим Колоть дрова А не голову рубить Вот примерно так же С буржуазными механизмами Которые работают Сегодня в условиях Позднего капитализма Их надо переделывать Надо менять субъекта Но Принципы Устройства Частично Могут быть использованы Теперь давайте Пойдем дальше Что существенно Пожалуй Сделаю маленькую паузу И скажу Если вас интересует Подробнее Система функций Государства В рыночной Капиталистической Экономике То Читайте Учебник По политической Экономии Вот о котором Я уже говорил А лучше всего Как ни странно Старый учебник Переходная экономика Где на примере России 90-х годов Описывались Функции государства В условиях Позднего капитализма У нас они были Весьма деформированы Но там есть И общая характеристика Значит Что важно Что Здесь мы Сталкиваемся С проблемой Реального и формального Обобществления Реальное Обобществление Это Действительная Производственная Взаимозависимость И необходимость Единого Планомерного Производства Формальное Обобществление Это Экономико-правовая Модель О государствении Вот по этому поводу Ленин не раз писал Я сегодня буду часто Цитировать Ленина Не раз писал Что Не в государствении Не в национализации Гвоздь дела Главное Обобществить Производство На деле Обобществить На деле Это На базе Реального Технологического Обобществления Наладить Реальную Планомерную Организацию Производства А не просто Повесить Вывеску Государственную У нас В современной России Очень много Государственных Предприятий Но толку от них Для народа И для экономики И для развития Мало Потому что Они работают На интересы Не общества В целом А планомерность Это подчинение Экономического Развития Интересам Общества В целом При помощи Непосредственно Общественных Механизмов Формирования Затрат Труда Качества И всего остального И пропорции Главные пропорции В экономике Вот поэтому Давайте зафиксируем Противоречия Государствления Если Государствление Может работать На любой Из тех Интересов Которым Служит Государство В условиях Позднего капитализма Напомню Государство Имеет Три головы Как дракон Я про это Рассказывал Вот одна голова Вот она Еще одна голова Еще одна голова Вот самая Главная голова Самая большая Самая мощная Служит Интересом Капитала Вторая голова Поменьше Служит Интересом Бюрократии Итог Третья Самая маленькая И слабенькая Хотя в какие-то моменты Все-таки растущие И становящиеся Достаточно влиятельные Третья голова Служит Интересом Общества В целом Вот об этой Третьей голове Мы говорим В первую очередь Теперь пойдем К гораздо более Сложным вещам Давайте Теперь посмотрим Какая система Отношений Рождается Из вот таких Предпосылок С одной стороны Рождается Обобществленный Труд Я к этому Подвел С другой стороны Непосредственно Общественная Планомерная Организация Труд носит Непосредственно Общественный Характер Что значит Непосредственно Общественный Характер Это означает Что кто-то Если мы говорим О социализме От имени Общества В целом И в интересах Общества В целом Кто-то Устанавливает Общественно Необходимые нормы. Затрат труда, ну, скажем, пока, грубо цены, качество, пропорции, что особенно важно. Столько-то того-то нужно, столько-то сего-то нужно, а вот это не нужно вообще. Ну, скажем, мы считаем, что частные дворцы не нужны, частные самолеты не нужны, и часы за миллион долларов тоже не нужны. И вообще велосипедов и общественного транспорта должно быть больше, а частных машин меньше. Это идея фикс профессора Бузгаляна. Непосредственно общественная, то есть обществом прямо устанавливаемая необходимость затрат труда, качества и пропорций. Важнейший компонент, который базируется на чем? Помните, я говорил, корпорации уже умеют учитывать потребности, учитывать возможности кооперации и даже навязывать эти потребности. Мы навязывать потребности не хотим, мы хотим адекватно учесть и, может быть, несколько скорректировать, если так решит общество, потребности граждан. Здесь очень большой, очень сложный вопрос, насколько мы можем влиять на индивидуальные потребности. Я его пока оставляю без ответа. В следующих лекциях я на него обязательно отвечу. Пока без ответа. Насколько общество в целом, организуя экономику, может ограничивать, направлять, корректировать интересы, потребности отдельного индивида. А насколько нет. В какой-то это мере происходит везде. Потребности индивида в наркотиках или в избиении себе подобных общество ограничивает. Правильно? И много чего другого ограничивают, на самом деле. У меня есть потребность гонять по Москве со скоростью 150 км в час. Нельзя. То есть, где-то эти ограничения есть просто достаточно разумные и легко устанавливаемые. Вот я хочу купить себе квартиру. Недавно продавалось объявление в интернете, я просто чуть с ума не сошел от негодования. Хотя это капитализм, что тут негодовать, надо смотреть на факты. и бороться с системой, а не с отдельными проявлениями. Факт. Продается квартира всего за 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов рублей. Ну, пустяк. За эти деньги в Москве можно купить тысячу квартир нормальных, однокомнатных. А в каком-нибудь среднем российском городе 5 тысяч квартир там за миллион можно купить однушку, может даже и двушку. В зависимости от какого качества. Тут одна, даже не семья, одна персона покупает себе для развлечения пентхаус, потому что дом уже есть и может быть не один. Это капитализм. Вот надо такие потребности ограничивать. Видимо, да. И даже надо тормозить человека, который хочет ради такой квартиры жить и отдать этому все свои творческие силы. Но я все-таки увлекся и ушел туда, куда обещал не ходить. Об этом как-нибудь в другой раз. Итак, возникает противоречие. Труд, с одной стороны, обобщиствлен. Это значит, что в основе своей производственной комплексы связаны в технологические цепочки. Между ними должна быть жесткая пропорциональность. Они должны работать как единый комплекс. и эту постоянную пропорциональность диктуют технологии высоко обобщиствленного, реального обобщиствленного производства. Одна сторона. Вторая сторона. Общество постоянно изменяется. Потребности общества противоречиво развиваются. Параметры производства поэтому должны быть изменчивы и постоянно подстраиваться под интересы общества. Итак, одна сторона медали. Все параметры производства диктуют технология и достаточно жестко. Вторая сторона медали. Все параметры производства диктуют общество так, как ему хочется. Одно постоянно и стабильно, второе изменчиво и неустойчиво. Противоречие. Вот так, скорее. Его надо разрешать. Пока я просто фиксирую, что из тенденций капитализма вырастает вот такая необходимость постоянных пропорций и постоянных изменений реализации производства технологической необходимости и реализации потребностей общества. Как его разрешать? Пока скажу, не знаю. На самом деле, какие-то гипотезы есть и какие-то практики есть, которые показывают, как это может разрешаться. Давайте пойдем дальше. Возможное разрешение теоретически. То, что мы осуществляем постоянное изменение пропорций, внутри совокупного работника общества. Вот я ввожу новую категорию «совокупный работник». Мы все вместе, как единая кооперация работников. Появляется человек, но в качестве звена совокупного работника общества. Один слесарь, другой учитель, четвертый инженер, пятый программист, шестой сидит в кресле и читает лекцию, вот как я сейчас. Первый шаг. Есть субъект, который изменяет эти пропорции и изменяется эти пропорции тем, что этот работник обретает еще одно качество организатора, или, если хотите, направителя в кавычках, планомерно организованного производства. Мы все, с одной стороны, выступаем как работники, с другой стороны, мы все вместе выступаем как хозяева. на место противоречия в рыночной экономике один хозяин товара, другой хозяин товара, и они обмениваются друг с другом, приходит совершенно другое. Сразу народно-хозяйственные отношения, где один совокупный работник созданное обовчислением, другой, то есть не другой, а он же, точнее оно же, общество, россияне, скажем, россияне как совокупный работник, россияне как совокупный организатор производства, Но по-разному организованы. Одно вырастает из обопчисления производства, работника. Второе вырастает из того, что надо регулировать экономику. Это уже делают локальные субъекты. Это делает государство плохое, бюрократическое, капиталистическое. Это делают социальные движения. Это делают корпорации уродливы в своих интересах. Но уже все делают понемножку. Уже это есть. Но надо из этого плохого сделать единое и хорошее, работающие в интересах общества. Как? Вот это еще вопрос. Два субъекта, которые на самом деле одно и то же. Классический диалектический вариант. Раздвоение единого на противоположные стороны, которые одновременно совпадают. Нормальное человеческое мышление так понимать, так думать не может, но диалектика именно так и устроена. Разрешение этого противоречия в Советском Союзе получилось довольно уродливым. С одной стороны, какая-то жесткая организация совокупного работника, вплоть до отсутствия паспортов у крестьян в определенные периоды и шарашек. Хотя на самом деле большинство все-таки, конечно, не было крепостными ни в коем случае. Эти преувеличения никому не нужны. А с другой стороны, на место совокупного организатора, общества как организатора, бюрократический аппарат, который в какой-то степени, иногда в решающей, иногда в некоторой степени, реализовывал интересы общества в целом. Насколько советская бюрократия работала на себя любимую, а насколько на интересы страны и граждан, я этот вопрос сейчас дискутировать не буду. Но отчасти работала при привлечении граждан в самых разных формах. Какие-то шаги в этом направлении делались. Ну, про реальный социализм мы будем говорить потом. Дальше встает сверхзадача. Мы ее фактически вывели. Совокупный работник, ладно, там как-то технологически детерминированно. А вот этот субъект, который организует процесс производства, что это такое? Он должен преодолеть, снять противоречия капиталистического индивидуализма, атомизации, отчастнивания человека, с одной стороны, но не породить о государствлении, бюрократизации, феодальной иерархии, с другой стороны. Как снять и то, и другое? Как снять противоречия, в данном случае, не просто капитализма, царства необходимости, которая придумала способы организации людей в общество. Один вариант – атомизация. Каждый сам за себя, один бог за всех. И рынок решает все проблемы и распределяет все ресурсы. Правда, распределяет так, что одному квартира, то есть не квартира, это пентхаус, я не знаю, как он называется, за 5 миллиардов, а другому даже однушку за миллион не купить никогда. Но, тем не менее, распределяет. Или феодальная иерархия. Одного в тюрьму, другого на плаху, третьему медаль на грудь, четвертому графский титул. На что-то похоже и в 21 веке. А как сделать так, чтобы снять эти противоречия и реализовать реальное практическое участие всех и согласование интересов для осуществления целенаправленного производства? Какие-то решения ведь известны. В каких-то случаях удавалось это делать так, что граждане с энтузиазмом и совместно решали какие-то задачи. Иногда это были по-настоящему героические и великие задачи, когда большинство добровольно, кто-то, конечно, не добровольно, но большинство добровольно, героически и самоотверженно боролось с фашизмом во время Великой Отечественной войны. Решались эти задачи, когда значительная часть, не скажу большинство, но значительная часть населения, особенно молодежь, бредила небом, летчики, дирижабли, то есть самолеты и аэропланы, вот извините, аэропланы, дирижабли, стратостаты, чтобы не выговорить как-нибудь неправильно, северный морской путь, Арктика, новые пространства, самые романтические профессии, геологи, летчики, полярники, потом космос, физики-атомщики. Вот эти приоритеты реально отличали интересам общества, как-то общество вокруг них объединялось, и как, в общем, это достаточно известно. Тем самым встает задача развития, сразу не получится, выращивание, свободные, добровольные, работающие ассоциации. Я подчеркну вот эти компоненты. Свободные, добровольные, работающие ассоциации. Свободные, не принуждаем, не бюрократические, снимаем противоречия бюрократизму. Добровольные, каждый индивид проявляет свою инициативу. Индивидуализм снят. Он существует, но он снят. Работающие. Сохраняется самое лучшее, что было из прошлого. Практическое участие в решении социальных вопросов. Социальное творчество. Помните, да? Люди уже умеют организовывать профсоюз, организовывать экологическое движение, участвовать в местном самоуправлении, бороться за то, чтобы социал-демократическая модель победила при капитализме. Свободная, добровольная, работающая ассоциация. Работаешь, член ассоциации, участвуешь в управлении, член ассоциации. Ничего не делаешь, автоматически из нее выбыл. Хочешь включиться, включайся, но тогда работай. Не хочешь работать, выпал. Добровольно. Вошел, добровольно. Ушел. Просто выпал. Перестал быть. То, что ты плачешь членские взносы, никого не колышет. Ну, кстати, это принцип организации коммунистической партии в исходном пункте. И один из вопросов по разногласиям большевиков и меньшевиков. Дальше встает проблема. У этой общенародной ассоциации, для того, чтобы реализовывать систему планирования, организации производства, должна быть координирующая структура, единый общественно-экономический центр. Встает вопрос, как этот центр подчинить интересам ассоциаций, действиям ассоциаций. Ну, как минимум, это стандартные демократические процедуры. Однако, для планомерной организации этого недостаточно. И более того, здесь возникает очень интересная дилемма. Организация производства – это как управление. Творчество. Всякое управление – это творчество. А в творчестве нельзя принимать решения по принципу большинства. В творчестве прав не тот, кто в большинстве, а тот, кто прав. Тот, кто создал самое красивое, доказал самое правильное. Огромное противоречие, сложнейшее. Как включить всех, учесть интересы граждан, но при этом обеспечить творчески выверенное, научно обоснованное решение, точнее, систему решений в области планомерной организации общественного производства, как процессы сотворчества. Но чувствуете, какая постановка вопроса другая? Я вывожу другие вопросы, которые должен решить коммунизм. Не те, которые обычно спрашивают. Обычно спрашивают, как сосчитать все потребности в стране. Да сосчитать-то можно, особенно, когда есть современные компьютеры. Как их сбалансировать? Тоже можно. Есть оптимизационные модели межотраслевого баланса, то есть они были 50 лет назад, сейчас уже, наверное, есть несоизмеримо более продвинутые. И компьютерных мощностей хватит. Вопрос не технический. Вопрос социальный. А если мы добавим к этому еще политическую форму единого экономического центра, то вопрос окажется еще и политический. Государство, оно хоть отмирающее, но государство. Кстати, отмирающее государство – это когда государство перестает выполнять политические функции, функции насилия, и начинает все больше выполнять функции научного центра. Вот какие интересные штуки. Дальше возникает противоречие, которое я уже сформулировал фактически. Противоречие самоуправления в общенародном масштабе с одной стороны и централизма, который необходим для планомерной организации с другой. А еще одно противоречие – это противоречие централизма и самостоятельности звеньев, потому что абсолютно жесткая система не нужна. Причем самостоятельности не рыночные, не как обособленных субъектов, максимизирующих прибыль, а как звеньев планомерно организованного производства, реализующих народно-хозяйственную идею. Ну, грубо говоря, когда каждое звено не только ждет указаний из центра, но и само думает, как лучше реализовать этот самый план. Кстати, реальные практики – встречное планирование, рабочий буксир, рабочие инициативы всяких разных форм и так далее. Масса было интересных движений и практик, начиная с 20-х годов и заканчивая позднейшими годами Советского Союза и даже Горбачевской перестройкой. Видите, что интересное выводится? И причем я ведь ничего не придумываю, я просто следую логике противоречий капитализма, которые разрешаются вот таким образом, порождая новые противоречия. Ну и в результате мы получаем интересную цепочку. Оказывается, что вот это соединение всех совокупного работника с одной стороны и всех как организаторов производства с другой стороны может начаться с очень простых функций. Исторически так и было. Вот здесь единство исторического и логического проявляется довольно ярко. О чем пишет, в очередной раз цитирую Владимир Владимировича Ленина, просто преклоняюсь перед его работами в этом направлении. Это гениальные обобщения на основе первых практик и блестящего знания противоречий капитализма и его поздней стадии. О чем пишет Ленин в первые же годы, так какой в первые же годы, месяцы советской власти, очередные задачи советской власти. Социализм есть учет и контроль. Начать надо с всенародного учета и контроля. Помните, мы говорим, до чего додумались, дожили корпорации. Они научились учитывать и манипулировать. Мы не хотим манипулировать. Мы хотим учесть и проконтролировать так, чтобы работало в интересах общества. В самых простых формах сначала. Пусть живет капитализм, но мы общество, не корпорации, которые манипулируют, не бюрократия, которая на себя все тянет, не государство, которое не просто бюрократия, а еще интересы капитала на первое место ставит. Мы. Кто мы? Прежде всего, трудящиеся на предприятиях. Во вторую очередь, мы как потребители, граждане, жители, экологи, те, кто заинтересован в чистом воздухе и так далее. Мы осуществляем всенародный, всеобщий учет и контроль. Первая простейшая форма планомерной организации общественного производства. Следующий шаг – регулирование. Мы начинаем, познав, так сказать, проблемы, узкие места и так далее, начинаем регулировать экономику. Действительно, новая экономическая политика стала эпохой, когда впервые в общенациональном масштабе, впервые в истории человечества, в общенациональном масштабе, в мирное время осуществлялось и прямое директивное, и косвенное управление, да еще и в рамках стратегического плана. Гойлоро и не только Гойлоро. Ну, а затем больше, собственно, народно-хозяйственное планирование. Таким образом, получилась картинка планомерной организации будущего коммунистического производства. Как вы видите, вопросов гораздо больше, чем ответов. Но сами по себе вопросы, мне кажется, очень важны. И ответы определенные есть. И более того, на эту тему написаны, ну, я не знаю, наверное, тысячи работ. Если посмотреть все, что делалось и в Советском Союзе, и в разных странах. И этот материал есть в работах, я уже говорил, того же Эрнеста Мандала. Катрин Самари очень много интересно писал о демократическом планировании, критически анализируя опыт не только СССР, но и Югославии, где пытались развивать самоуправление вместе с рынком. А самоуправление надо развивать вместе с планом, а не с рынком. Это вывод Катрин Самария, а не только Александра Бузгалина. Есть масса других работ. Дэвид Лайбан, кстати, недавно опубликован о вопросах политэкономии в альтернативах. Статьи, где он пытается интегрировать существующие модели демократического планирования. Так называемая модель моделей у него. Текст опубликован на русском языке. Правда, крайне замысловатый. Серия публикаций в журнале Science and Society на эту тему, периодически появляющихся. И там масса сносок на соответствующие разработки. Но что важно? Важно в том, что мы, за небольшим исключением, не выдумываем, как бы устроить планомерную организацию. Мы ищем пути разрешения противоречий позднего капитализма, производительных сил и производственных отношений, позднего капитализма. О том, что касается более современных технологий и предпосылок уже нового гармоничного развития человека в автоматизированном производстве. Что касается культуры и всего остального, об этом в последующих лекциях. Субтитры создавал DimaTorzok